Привет всем! Многие заметили, что я не умею просто так гулять. Я такой активный собиратель, поэтому просто в парк пошастать по тропинкам это не для меня. И сегодня у нас крайне продуктивный день. Продуктивный это примерно так. Собственно, мы прогулялись по Царицманскому парку и набрали с коллегой по несчастью в плане содержания крупных попугаев, или по счастью тут как посмотреть, кучу всяких сезонных полезностей. Собственно, что у нас в ближайшем будущем будет в рационе моих попугаев всяких товарищей. И пока замачивается в ванной, чтобы вся несчастная тля и муравьи, которые были принесены вместе со всем этим добром, утопли. У нас здесь розовая акация, цветки, стручков не нашли. Взяла чисто символически одну веточку снизу, потому что до большего я не допрыгну со своим ростом. Хмель дикий. Собственно, и цветки хмеля, ну, шишечки хмеля, и сама лоза, и зелень. Дикий горошек. Наверняка называется он по-научному как-то не горошком, но, в общем, дикий розовый полевой горошек. Лещина, она же лесной орех. И зрелая, и незрелая. Собственно, разной степени зрелости. Какие-то зрелые, какие-то зеленые. Зеленые, естественно, тоже там среднекрупные попугаи метут с удовольствием. Яблоки. Здесь полуодичавших яблонь, три разных сорта, которые по вкусу и явно по химсоставу достаточно сильно отличаются. Слива. Полудикое. И зрелое, и незрелое. Разной степени зрелости. И на веточках, чтобы попугаем было интереснее. И чисто плоды разной степени зрелости. Конечно, доехала она некоторая в состоянии чачи. Ну, что ж поделаешь, потому что сначала мы нашли сливу и насобирали ее, шиповника, красной рябины, гороха. А потом мы дошли до яблок и сверху в сумку нагрузили. Это все примерно там двумя килограммами яблок. Ну, естественно, все, что внизу, слива немного пострадала. Можжевельник. Ветки вместе с плодиками. Естественно, все хвойные, включая можжевельник, можно давать попугаи. Коробочки. Чего-то родственного к Алине. Я не вспомню, как она правильно называется. Может быть, вспомню, напишу в комментах, но не факт. В принципе, больше развлекаловка. На самом деле, мало там чего вкусного есть. Они пустые. Но вот чисто поковырять и занять клювы тоже почему бы и нет. Желуди зеленые. Тоже многие попугаи с удовольствием едят. Мелочь, если не осиливает, разгрызть сама, то можно просто разрезать напополам и давать половинки. Желуди и каштаны можно всем видам попугаев. Ну, собственно, все вот это изобилие можно и нужно давать всем видам попугаев. Это их нормальный сезонный корм. Боярышник. Зрелого здесь очень мало, в основном незрелый. Ранетки. Ранетки тоже зрелых не застали. Но зеленые плоды также полезны всем видам попугаев, как и зрелые плоды. Поэтому даем разной степени зрелости. Дальше птица сама разберется, что ее организму нужно в конкретный момент. Собственно, наша продуктовая корзина на этом вроде как заканчивается. Вот такое вот изобилие. Сейчас замочится. Помрет там всякое лишнее, чтобы оно не шастало у нас по стенкам в квартире. Дальше это все постепенно, в течение дней пяти. Наверное, как раз с кормим попугайцам. Выглядит вкусно и аппетитно. Само бы так ела. Норма забыла, девичий виноград. То, что млеком несъедобно, не значит, что несъедобно птичкам. Тоже разной степени зрелости. И зрелые даем, и незрелые. Не забываем, что не надо перекладывать на птичек нормы питания млекопитающих. Абсолютно другой организм. Абсолютно другая утилизация токсинов. Абсолютно другой метаболизм. Поэтому пользуйтесь сезонными дарами природы. Не упускайте момент с правильными кормами. Тем более с бесплатными правильными кормами, которые требуют от вас просто времени, чтобы сходить в ближайший парк или лесопарк и насобирать кучу сезонных полезностей своим птицам. Потому что то, что выращивается у нас, скажем так, из пищевого, не дикого, на корм людям, оно всегда несколько более бедное по химсоставу, по количеству питательных веществ, нежели та дичка, которая растет у нас в природе, в свободном грунте, под солнышком, не в теплицах. Вот, поэтому пользуйтесь моментом. Сезон упускать нельзя. Сезонные яблочки полудики идут, естественно, всех на ура. Плюс это отличный вариант, чем занять время и мышцы, потому что оно большое, тяжелое. Надо приложить усилия и в плане лап, и в плане клюва. И здоровенные, кислые. Хрен подковырнешь. В принципе, одно яблоко в среднем занимает исключительно голодающего попугая, который скинул все из кормушки на дно клетки, аж, наверное, минут на 7. Правильно, хвостик тоже лишний. Все лишнее. Сейчас половина этого яблока будет, естественно, на полу. Половина. Я льщу этой гарышни. Процентов 80 яблока будет на полу. И ветки бесят. Не стесняйся. Кушай, кушай. Сейчас заберу. Вот оно, яблочко. Хочешь? Давай, держи. Держи, держи. Ну что, я тебе помогать, что ли, буду? Нет, никто тебе помогать не будет. Чего? Пижма подсохшая тоже ничего тогда. А чего? Лебеда нет? Так, елка мимо. Яблоко. Тоже мимо. Ну так. Хвостик от него откусить. Ммм, деструктивная деятельность. Вечерняя деструктивная деятельность. На закате дня. Сегодня, к сожалению, абсолютно не хочет укладываться спать. В отличие от меня. Поэтому времечко у нас сейчас почти полночь. Барышня развякалась. Спать не хочет. Взбудораженная. Чем взбудораженная, непонятно. Просто. Настроение у нас сегодня такое. При том, что выраженного болевого синдрома сегодня нет. Все хорошо у нее. Да? Пришлось занимать всякими яблоками. Полуночный жор актуален не только для человека. Иногда даже попугай хочет сходить в холодильник в полночь. Имеет непреодолимое желание сходить в холодильник в полночь. Ну-ка, товарищ перепелятник. Когда народ говорит, что в городах нет хищников, я отвечаю народу, что они не умеют смотреть. Для понимания, от дорога там собаки в 20 метрах. Перепелятника ничего не смущает. Продолжение следует...